Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас, как вы понимаете, KFC. Я взяла вот такой донат, или как правильно он называется. Но в прошлый раз, когда я его заказывала, мне приходил абсолютно другой, намного крупнее, вкуснее. А здесь какой-то запакованный, какой-то не очень, если честно. Сразу видно, что он невкусный. Но попробуем. Так, здесь у нас баскет, маленький баскет. Давайте, чтобы было удобно, картошку сразу прям сюда. Вот так вот сделаем, чтобы меньше места занимало. Я заказала сырный соус. Мне пришло два чесночных. Хотя я заказала два сырных. Но я подумала, ничего, поем и этот. Но зачем спрашивали, непонятно, какой вам соус, если все равно положили чесночный. Возможно, не было, или какой-то форс-мажор. Ничего страшного, не нервничаем. Все офигенно. Здесь у нас сырные подушечки. Я их в последнее время очень полюбила. Они круто хрустят. Сейчас вам продемонстрирую это. С чесночным соусом даже вкуснее. Хорошо, что положили чесночное. Я никуда не собираюсь, поэтому я чеснок люблю. Сырные подушечки у них просто топ. Вот бургеры в Кейфсе мне не очень нравятся, если честно. Они какие-то у них сухие. Стрипсы тоже не вау. Увидела в комментариях вопросы по поводу моих прав. Автомобиль. Одна девушка написала. Айка, то, что передумала. Почему не доводишь дело до конца. Просто я хочу уже купить и потом вам рассказать. Не балабольствовать, так скажем, а на деле показать. Но, к сожалению, оказывается, покупка автомобиля это намного сложнее, чем покупка квартиры. Хотя квартиру тоже я долго искала. Присматривалась, приценивалась. И в конце я нашла то, что меня устраивает прямо на 100%. И место расположения, и цена. И квадратура. В общем, в чем суть? Суть в том, что многие люди, которые занимаются покупкой-продажей автомобилей, говорят неправду. И настолько они врут, что порой хочется просто купить новый автомобиль. Не хочется покупать, что попало. А потом мучиться. Вечно в сервисах быть. Вот. Лучше уж подождать. Но купить что-то нормальное, с чем я не буду мучиться. Я всегда думала, что покупка автомобиля это легко. Посмотрел, нравится год, нравится внешний вид. Взял, купил. Я понятия не имела, сколько там тонкостей. И на какую машину ты не заходишь, не смотришь. Все пишут идеальное состояние, не царапины, никаких проблем нет. Никаких ударов нет. А потом, когда вбиваешь этот код, там просто машина в хлам, машина в кашу. Особенно перекупчики машин очень много обманывают. Короче, суть в чем. Эта идея все в силе. Просто мы занимаемся поисками. Возможно, поиск займет месяц. Возможно, полтора. Возможно, через два дня я найду ту машину, которая меня устраивает по всем критериям. Как только я куплю, я обязательно вам расскажу. Там, почем, что, как было. То есть, эта идея в силе. Нету такого, что я забила на эту идею. Обязательно. Сейчас я рассматриваю Кио Оптимум. Смотрим варианты. Почему-то все варианты, привезенные из Америки, там на аукционе, купленные за копейки. Потому что битые. Если вы думаете, что я выбираю там супер каких-то старушек, на самом деле нет. Максимум пять лет, чтобы машина не была. Например, я кидаю более-менее хороший вариант брату. Брат говорит, дорого. За эту машину столько дорого. Потом кидаю какой-то дешевый вариант. Он звонит. Говорит, пробег вообще не тот. Короче, куча проблем. Просто так, как это будет моя первая машина, я считаю, что новую мне покупать не надо. Потому что я ее еще поцарапаю, там кого-то поцелую. Новую не хочу. Ну а так, машина моей мечты, это Тесла. Тесла. Дай бог. Следующая будет она. А пока что перекантуемся тут. Поэтому я как бы об этом не рассказываю, но это не значит, что я этим не занимаюсь. Кстати, возможно, среди моих подписчиков кто-то продает машину. Если-таки Optima или Hyundai Sonata, не старше пяти лет, напишите мне в инстаграм. Автомобиль, цену и так далее. С луком. Вообще я ненавижу лук, но его везде кладут. Везде просто. Один раз мой отец купил себе автомобиль, это был Volkswagen, такой джип. И он вообще не подумав, быстро-быстро решил купить машину. Потом он просто замучился. То какой-то звук, то руль тянет вправо, то постоянные проблемы с этой машиной были. Машина была редкая, детали невозможно было найти. Детали нужно было заказывать, они стоили дорого. Я увидев эти все проблемы, не хочу торопиться. Мать говорит, в деревню надо поехать на свадьбу. Я говорю, мам, если даже я куплю машину, я не смогу сразу по трассе ездить. Я пока что боюсь. Блин, лук здесь. Я уже чувствую, что-то не то. Давайте просто внутренности поедим. Не помню, говорила я вам или нет. Я приостановила свой спортзал. И когда будет машина, я, может быть, запишусь где-то в спортзал в городе. Какой-то классный такой. В общем, посмотрим. В этом баскете также есть крылышки. Давайте их вынем. Еще советы со стороны. Брат предлагает взять какую-то маленькую машину. Папа предлагает взять какой-то джип. Какие острые крылышки. Какой-то неудачный мукбанг. Оказывается, в этом баскете очень острые крылышки. Я просто не смогу это съесть. Это просто прямиком в мусорку. Вкусно. В общем, покупка машины такая статающая история. Просто с квартирой, например, я кое-какие моменты знаю. А в машинах я вообще не разбираюсь. Даже звонить я не знаю, что спрашивать. В таких вещах брат молодец. Пока я ему кину. Пока он позвонит. Пока туда-сюда. Папа почему-то вечно говорит мне купи себе джип. Купи себе джип. Я говорю, не хочу я джип. Есть пару джипов, которые мне нравятся. Но они стоят очень дорого. И даже если бы у меня были бы эти деньги, хотя их нету, я бы все равно первую машину бы не отдала. У нас еще паркинг под домом. Туда влезает только седан. Классно, да, построили паркинг? С каким умом? Почему никто не смог догадаться, что сюда джип не влезет? Поэтому, я думаю, лучше сюда. Реально, эти крылышки я просто не могу сесть. Они ужасно острые. Прям нечто. Поэтому будем с вами закругляться. Большие такие баскеты, там внутри крылышки не супер острые. Острые, но не настолько. А вот в маленьких очень острые. Так что будьте аккуратны. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.